Всем доброе утро! Вы на канале Натусина Чаклайв. Наш канал о нашей семье, как проходят наши будни, о наших путешествиях. Сегодня хочу записать вам такое небольшое видео про вторую прививку. Все никак не доходили у меня руки. Монтирую предыдущие видео, кто недавно на нашем канале. Видео немного сейчас выходит с опозданием, так как во время отпуска у меня был сломан ноутбук, и я не монтировала. Поэтому я сейчас чередую будни и отпуск. Пишите в комментариях, устраивает вас такой план моих действий или нет. В принципе, я уже спрашивала у вас. Ну, отпуск, смотрю, как-то не очень видео заходят. Так поняла, что не всем он нравится. Но это наши жизни, поэтому я их все равно буду выставлять на свой канал, так как это наш видеодневник. Либо, может быть, народ занят. Не знаю. Либо, в принципе, мы неинтересны стали. Не суть. Но кто-то смотрит, кому-то нравится. Спасибо за комментарии, что пишете. Комментария встала тоже что-то очень мало. Ну, и я не расстраиваюсь, в принципе. Так вот, сделала я вторую вакцинацию от COVID-19. Про первую вакцинацию, если не смотрели, вы также можете посмотреть предыдущих видео, как я перенесла первую прививку. Вторая прививка делается от COVID-19 через 21 день. Также поехала я, записалась по записи, приехала. В принципе, даже опоздала. Не в свое время немного приехала. Без проблем приняли. То есть, в этом плане не заворачиваются. Потому что нужен процент привитых. Тоже дали анкету. То есть, анкету дают и на первую прививку, и на вторую прививку. Ну, в принципе, они с себя снимают ответственность, что вы совсем ознакомлены, знаете побочные явления после этой прививки. То есть, такого плана. Я чищу чеснок, делаю салат на зиму. Это первая наша закрутка в этом году. Отвлекусь немного. Поэтому на улице уже осень, очень холодно. И решили, что надо что-то закрутить. Ну, что за салат? И для кого этот салат, вы увидите в следующих видео. Поэтому это видео чисто про прививку. А это я вам немного объяснила, чтобы вы понимали, что я делаю. Так вот. Также я очень сильно переживала. Меня опять колбасило всю. То есть, у меня такая вот какая-то тревога прямо на эти прививки. Не знаю. Я бы сказала, паника. Просто паника была. Я сидела, опять, когда они мне эту вакцинацию кололи. И у меня складывалось такое впечатление, что у меня прямо там сейчас поднимется температура. Ну, ничего. Я сделала. Приехала домой. На следующий день, в принципе, если у тебя температура, если ты рабочий человек. А во время второй прививки я была уже рабочим человеком. То есть, я уже работала. Вышла на работу. И они спрашивали, то есть, вы работаете или нет. Но я собиралась на работу, потому что опять перед второй прививкой пообщалась, кто уже вакцинировался. То есть, у кого как. Но большинство, типа, вторая переносилась легче прививка. Все нормально. Первый день нормально. Ночь проспала вообще идеально. Но под утро просыпаюсь, понимаю, что, ну, какое-то недомогание есть. Такое, вы знаете, слабость. Мерю температуру. Температура 37, ну, сейчас уже не вспомню. 37,3 вот такая вот. Ну, противно. И очень сильно болит голова. Думаю, ну, наверное, может быть, перенервничала. Там еще погода тоже такая у нас менялась. С холода на тепло, с тепло на холод. Ну, и я написала на работу. А девчонки мне сразу сказали, говорят, Наташа, если будет плохо, не рвись, отлеживайся, как бы это. Ну, думаю, не пойду. Отлежусь, тем более, как бы, ну, добро дали. Не на предыдущей работе, там сразу штыки принимали. Шаг влево, шаг влево, попытка к бегству, как я говорю. Здесь входят в положение, как бы, да и тем более, меня заставили, в принципе, они делать прививку. Я не собиралась. Я, короче, осталась дома. И хорошо, что я осталась. Где-то часа через три у меня пошло повышение температуры. В итоге она у меня поднялась до 38. Ну, там, 38 с копейками. То есть, ну, получается, что у меня в итоге вторая вакцинация прошла так же, как и первая. Единственное, могу сравнить, немного легче в том плане, что не так сильно болела рука. После первой у меня она просто, она мне не шевелилась. Я говорю, я ночью, ну, я вам рассказываю, да, я не могла не повернуться, ничего. Я ее брала рукой и перетаскивала, потому что такая боль просто пронзала всю руку, как будто меня парализовала. Тьфу, не дай бог. Здесь нет, здесь рука просто ныла. Ну, такое, знаете, неприятное ощущение. Но так сильно она уже не болела. Кстати, сделала я эту вакцинацию в левую руку. У меня также спрашивают, в какую руку колоть. Я говорю, колите мне в левую, потому что после первой, говорю, я правой делать ничего с утки не могла. Но оно, в принципе, и сил-то не было ничего делать. Ну, все равно как-то правая есть правая. Тот же градусник стряхнуть, мне его стряхивал Олег, потому что я левый не могу его стряхнуть, а правый я тоже не могла его стряхнуть. Так что рука болела меньше, очень сильно болела голова. Я не знаю, либо это совпадение, но у меня ровно сутки были ужасные головные боли. У меня заложило нос, у меня, знаете, как воспалились десна, зубы. То есть вот как будто промерзло и пошло воспаление. То есть оно вот, ну, воспаленное, больно, некомфортно. Оно не то, что прям зуб болит-болит, а воспаленное, такая, ну, легкая боль, что ли. Не знаю, как вам ее описать. И как будто ухо вот-вот начнет стрелять. То есть вот понимала, что у меня вот эта сторона как будто воспаленная, как будто меня где-то продуло. Опять же тоже я не знаю, потому что, как правило, сейчас чуть что сразу на прививку, чуть что это ковид. Поэтому я не знаю, может быть это с прививкой не связано. Может быть это реально, ну, стечение обстоятельств. Где-то подстыло там, да, возможно, на работе там под кондиционером. Слава Богу, на этой работе я сижу в прохладном кабинете. То есть девчонки тоже не любят жару. И все это настолько согласовано. Нет вот этих категоричных таких действий. Если кому-то жарко, мы включаем. Кто-то мерзнет, одевает кофту. Если кому-то совсем не в моготу, мы на время отключаем. То есть, ну, это же решаемый вопрос. Опять отхожу от темы, но это моя наболевшая тема предыдущей работы. Поэтому, возможно, у меня, может быть, под кондием чуть-чуть продуло. Не знаю. Но пролежала я также сутки с температурой. К вечеру она вроде пошла на спад. Я также на второй день собиралась на работу. Но мне девчонки также говорят, Наташ, если что, ну, я чувствую слабость, такое вот недомогание. Опять же, аппетита у меня не было. То же самое, как и после первой. Если что, говорит, оставайся еще на дне. Я говорю, нет, нет, вы что, говорит, сейчас сутки я отвяжусь и выйду. Но с утра я также просыпаюсь, понимаю, что мне легче. Температура невысокая была, 37. Но какая-то слабость есть. И думаю, опять же, если добро дали, думаю, я, наверное, отлежусь. Потому что после первой я также, у меня мама с Олегом еще ругались. Я встала, думала, сейчас начну убираться. У нас пошел дождь. У нас настоящая осень. Мы вчера приехали, но увидите в следующем видео тоже. И сейчас. То есть такая погода у меня здесь. У меня здесь включен кондиционер, мне тепло. Потому что уже сырость так некомфортна. Так вот. И когда я после той, на второй день уже, получается, первый день прививки, второй день с температурой, на третий день я отлеживалась, тоже пыталась что-то сделать дома. Мои на меня ругались. Типа, не переусердствуй, все равно организм слабый. Да, я что-то вставала, полы помыла, легла помонтировать. То есть сил нет. И так же в этот раз. Я встала, думаю, пойду хоть раз дома, думаю, кушать хоть приготовлю. Суп сварю. Я встала, все. Я вся мокрая. С меня, знаете, вот как упадок сил. Или вот когда резко спадает температура. Я вышла с душа, поставила бульон, и все. У меня вот так трясутся руки. Я вся мокрая. С меня все течет. Я понимаю, что у меня организм ослабленный. Ну и я, соответственно, этот день тоже пролежала. Без температуры, без вот этого колбаса. То есть, ну, такое легкое недомогание и вот эта вот слабость. И все. На третий день, на следующий день, тоже не знаю, как правильно считать, от какого дня. На следующий день я вышла на работу. Нормально. Немного так голос у меня осипший был. Ну, все равно, знаете, такая как слабость продолжалась. Ну, а так по силам, в принципе, уже легче. То есть, становилось легче, потом как бы все нормально. Не знаю последствий этой прививки. Я думаю, никто их не знает. Конечно, сейчас, если чуть что, то будут связывать это с прививкой. Вот ты сделала прививку, это у тебя от прививки. Да никто не знает, от чего это на самом деле. И честно скажу, не хочу даже об этом задумываться. Надумываться о этих последствиях. Как говорится, что Богу угодно, так оно и будет. На этом видео я свое буду заканчивать. Такое коротенькое видео чисто про прививку, чтобы не затянуть вам его. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, пишите комментарии. Вообще перестали писать. Устали вы от нас, видимо. Но кому-то знаю интересно. Знакомого интересно. Некоторые смотрят с удовольствием. Ждут наших видео. Мне очень приятно, когда я это узнаю. Что человек ждет видео, ему интересно наше любое видео. Ну и в принципе, нам самим, мы тут с Олегом пересматривали Крым. И сейчас у нас же видео выходит с опозданием, как я вам сказала. Пересматриваем. Я монтирую, когда смотрю Кавказ. И знаете, такая прям ностальгия. Хочется вернуться туда в отпуск. Все равно записи это и есть записи. Когда ты снимаешь вот эти вот фотографии. Я сейчас, кстати, стала очень мало фотографировать. Потому что, ну, все это лежит. Да, когда-то, но иногда там бывает, что начинаешь искать какую-то фотографию. Тебе необходима она. А в основном ты это все в архиве, ты не пересматриваешь. А здесь, как видеодневник, в любой момент включил. Грубо говоря, по телевизору посмотреть нечего. Или какая-то ностальгия на тебя. Ностальгия, хандра, что-то на тебя нашло. Включил YouTube, включил свой видеодневник. И провалился в воспоминаниях. Поэтому так. Всем спасибо, кому с нами интересно. Спасибо, что вы с нами. Видите, я с вами болтая, опять начистила чеснок. Потому что не очень люблю чистить чеснок. Люблю вот такой крупный чистить. А вот такой нет. Ну, тоже же его не выкидывать. А с вами я его почистила, даже не заметила как. Так что спасибо, что вы со мной. Прямые эфиры. Вчера приехали. Олегу говорю, давай начинать учиться делать прямые эфиры. Все хочу. Но скажу честно. Не хватает времени. Сейчас пока в новой работе. Пока в каком-то таком пространстве. Ну, как в новой работе. Я вам говорила. Я на этой работе уже работала. Если интересно о предыдущей работе, о новой работе, про работу, я вам запишу следующее видео. Потому что, может быть, вам это неинтересно слушать. Плюсы, минусы. Почему я ушла. Почему я вернулась сюда. В принципе, я, как говорится, все познается в сравнении. Что я для себя поняла. С чем я сравнила. То есть, если интересно, пишите в комментариях. Я вам запишу также отдельное видео. Болталочку. Все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за ваше внимание. Не болейте. Я желаю всем здоровья. Всем счастья. Всем позитива в жизни. Не грустите. Хотя погода сейчас такая осенняя, уже пасмурная. Но все равно. Наслаждайтесь каждым днем. Каждым мгновением. Каждым моментом в жизни. Любите, цените своих близких, своих друзей. Ой. Говорю, о самой мурашке похоже. Сейчас столько много зависти. Столько. Ну, в принципе, не только у нас. Вообще в жизни. Такие люди озлоблены. Я говорю, когда мы. Не могу я остановиться. Такая болтливая я иногда остановлюсь. Когда мы ездим отдыхать. Я вам говорила уже. И понимаешь, как люди живут в тех местах. То есть, там нет вот этой озлобленности. Они такие размеренные. Спокойные. Вот что в Армении мы были. Ну, в Грузии как-то немножко по-другому. В Армении вообще спокойные люди. В Доминикана. То есть, именно вот те страны, в которых я запомнила. Таиланд. Вьетнам. То есть, они вот живут реально сегодняшним днем. Они ни на кого не злятся. Они никуда не спешат. Но у нас же вот эта вот вся беготня, суета. Дни пролетают просто. Жизнь пролетает просто. Незаметно. Так что, всем позитива. Наслаждайтесь каждым днем. И самое главное, не болейте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok